Девушки отдыхают И так обо всем, что принесла нам эта неделя Страсти по Боингу В России хотят запретить одни из самых массовых самолетов Чем аукнуться омским авиапассажирам чиновничьи игры Мы тоже будем контролировать работу городской администрации Изучать ее И по возможности делать так, чтобы они приняли наши предложения по оптимизации Где еще найдут резервы и какие цели ставит перед собой обновленный состав областного правительства Возвращение во власть Татьяна Вежевитова о новой работе и о себе в ней Родина, она есть родина Ее ни с кем и ни с чем не променяешь Россиянин звучит гордо С какими мыслями встречали День народного единства представители разных национальностей, но одной нации? За слова ответите Юрист из Омска отстаивает честь России в суде против ведущих мировых медиа Есть ли перспективы выиграть дело? У нас в Омске стоит одна процедура больше 7 тысяч рублей Но все пациенты получают эту процедуру бесплатно И программа государственная, инвестиции частные Качество здравоохранения как результат содружества власти и бизнеса Каковы выгоды для всех и каждого? Скандал в авиационном семействе, произошедший на этой неделе, рискует поставить на грань выживания всю отрасль Которая и так сейчас находится не в лучшем положении после авиакатастрофы на Синайском полуострове и остановки полетов трансаэра В четверг вечера Межгосударственный авиационный комитет направил авиа властям России и США письмо В котором объявило при остановке в нашей стране всех выданных сертификатов на самолеты Boeing 737 Фактически это означает запрет на эксплуатацию одной из самых популярных и массовых марок самолетов в России На Boeing приходится пятая часть объема перевозок всех пассажиров Они составляют третий авиапарк российских авиакомпаний Всего у нас эксплуатируется 194 машины А некоторые авиакомпании, такие например как Core & Air или Low Coaster Pobeda вообще летают только на этом типе Номинально Межгосударственный авиакомитет связывает запрет с катастрофой Boeing 737 в Казани, случившейся в ноябре 2013 года При ее расследовании МАК уделял особое внимание в том числе и проверке рулевого управления разбившегося самолета Однако год назад было официально объявлено, что причиной казанской катастрофы стала недостаточная квалификация пилотов А матчасть была исправной Ну а в чем же тогда суть претензии, почему запрещены полеты на этих самолетах? Ну свечку как говорится никто не держал, но комментируя ситуацию многие авиаэксперты считают странным Что письмо о запрете Boeing появилось именно сейчас, после остановки полета в компании Transair Ну а ларчик открывается просто, если знать под оплеку Первая в России частная авиакомпания, авиапарк которой тоже большей частью состоял из Boeing'а в 47 самолетов Принадлежит или теперь уже принадлежала семье ее генерального директора Ольги Плешаковой Пикантность ситуации в том, что основным акционером числился супруг главы компании Александр Плешаков А руководитель межгосударственного авиакомитета Татьяна Анодина приходится ему родной матерью И на минуточку владеет с тремя процентами акций Transair Аэрофлот, занимающийся перевозкой пассажиров Transair И получивший значительную часть ее международных маршрутов Уже договорился со Сбербанк-лизингом, что заберет предназначенные проблемной компании 10 Boeing 737 Дальше продолжать или и так все понятно? Вот так не доставайся же ты, никому Забавные налоги Ну хорошо, смотри, Transair к нам уже не летает, как и в принципе не летает Они-то в Москве делят маршруты и самолеты, а на нас это как отразится? Ну, на самом деле, самым прямым образом Если запрет станет реальностью, то как минимум лишаемся одного из ежедневных рейсов из Омска в Москву Уйдет у Renair, ей кроме Boeing вообще летать не на чем Эта же компания летом летает из Омска в Сочи и в несколько городов Германии Об этих рейсах тоже придется забыть Проблемы могут возникнуть и у S7 Ее дочерняя компания Globus эксплуатирует исключительно Boeing и New Generation Чартерные перевозки на курорты тоже под вопросом Из Омска в Египет, Вьетнам, Таиланд в основном летают тоже самолеты Boeing Ну и на закуску Единственный в России лоукостер Победа, похоже, так и рискует не встать на линию Омск-Москва У них самолеты также только этого типа Ну вообще какая-то печальная картина получается Ну не совсем Во-первых, на проблемы уже обратили внимание в Кремле Ну а во-вторых, руководители авиакомпаний заявляют, что не планируют останавливать полеты Boeing До получения указания Росавиации на этот счет Ну а глава этого ведомства Александр Нерадько, похоже, считает запрет просто глупостью И слава богу, честно говоря А поскольку подобные скандалы в благородных семействах уж точно не идут на пользу всей российской авиации И так несущие серьезные репутационные потери А в конечном итоге могут отразиться и на наших с вами карманах Ведь чем меньше конкуренция, тем дороже перелеты В регионе главным политическим событием недели стало объявление нового состава правительства области Интрига держалась до последнего И несмотря на то, что основные фамилии были названы уже в конце минувшей недели Без сюрпризов не обошлось Ну например, таким сюрпризом можно считать назначение на должность заместителя главы правительства по социальному блоку Татьяны Бежевитовой Исполнявшей в свое время обязанности мэра Омска после отставки Виктора Шрейдера В целом новая команда губернатора сформирована исходя из долгосрочных целей В предельно сложных экономических условиях не только выживать, но и развиваться И на эти же цели ориентирован бюджет на 2016 год, работа над которым сейчас продолжается О тесной взаимосвязи бюджетного процесса и кадровых решений главы региона прямо сейчас Задача не из легких Нынешний бюджет может оказаться самым сложным в исполнении С одной стороны, 5-миллиардный дефицит, с которым сверстан документ С другой, невозможность его увеличения без риска сокращения финансирования для социальной сферы региона А социалка, как ни крути, остается самой крупной и важной расходной статьей Особенности этого бюджета заключаются в том, что социальная направленность бюджета осталась Это прежде всего статьи, связанные с заработной платой, социальными обязательствами, медициной Что радует, это действительно дорожный фонд Многолетние ожидания движения в этом направлении сопровождаются расходной частью достаточно значительной Я бы подчеркнул особенности организации финансирования 2016 года Прежде всего, тщательная и аккуратная работа с Министерством финансов Российской Федерации Там несколько моментов Это удержание бюджета в правильных параметрах в соответствии с бюджетным кодексом Это замена коммерческих кредитов на бюджетные И особенно я бы назвал работу тщательную Чем бы хотелось, чтобы правительство занималось более аккуратно и точно Это получение федеральных трансфертов, субсидий Те, которые связаны с обеспечением в том числе и реального сектора экономики Управление областью в предлагаемых условиях весьма похоже на управление бизнесом в такой же ситуации Подходы те же Сокращение избыточных затрат, выделение приоритетных расходов И обеспечение их ресурсами в первую очередь А также поиск дополнительных доходов Именно это станет главным на ближайшие годы в деятельности регионального кабинета министров А значит правительству придется работать как команда кризис-менеджеров Вот под эти задачи, а также под личную ответственность каждого члена команды И формировался губернатором нынешний состав кабинета Переформатированы ориентиры каждого и зампреда, и министра Сегодня с учетом введения KPI каждого руководителя Будут поставлены четкие конкретные задачи и цели, которые должны быть достигнуты каждым руководителем При этом еще раз хотел бы отметить, что по каждому руководителю Будет стоять персональная ответственность за те показатели, которые перед ними будут поставлены Закреплению ответственности способствует четкая и понятная структура правительства Во главе кабинета Виктор Назаров, первый заместитель Андрей Новоселов В ранге заместителей также Станислав Гребенщиков, Владимир Компанейщиков, Игорь Бондарев и Татьяна Вежевитова Каждый из вице-премьеров отвечает за результаты работы по своему блоку вопросов У Андрея Новоселова исполнение обязанностей губернатора во время его отсутствия А также экономический блок, Министерство экономики и сельского хозяйства Представительство региона при правительстве России в Москве Станислав Гребенщиков в новом составе правительства будет заниматься хорошо знакомыми ему делами В его блоке региональные инфраструктуры, Министерство строительства и ЖКХ, Минимущества и Минприроды А также региональная жилищная инспекция и тарифный орган РЭК Владимир Компанейщиков возглавил блок внутренней политики и регионального развития В его ведении главное управление внутренней и информационной политики Взаимодействие с администрацией президента и с главами районов области Он же будет отвечать за то, насколько эффективно работает муниципальная власть в районах Игорь Бондарев, в прошлом возглавлявший управление ФСБ по Омской области Сосредоточится на блоке вопросов, связанных с безопасностью В его ведении Минпром, поскольку работа с оборонными предприятиями предполагает допуск к секретным сведениям Управление информационных технологий и религиозной безопасности Комиссии по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранителями И, наконец, Татьяна Вежевитова, социальный вице-премьер Министерства здравоохранения и образования Министерства труда и соцразвития, культуры, спорта и молодежной политики Ее новую должность можно расценить и как весьма влиятельную, и как потенциально расстрельную Все-таки сохранить социалку в условиях жесткой экономики – задача сложная и нетривиальная Впрочем, социальный блок усилен за счет еще одной перестановки, которую эксперты уже назвали потенциально успешной Основное социальное министерство труда и соцразвития вместо Михаила Детитковского возглавил Владимир Куприянов Замруководителя секретариата губернатора В прошлом, кстати, работавший вместе с Вежевитовой в Омской мэрии Это та отрасль, которая не отдает деньги в бюджет Омской области, а та, которая забирает деньги из бюджета Омской области На социально значимые вопросы и проекты Поэтому, конечно, ввиду этой ситуации нужно будет ориентироваться И в соответствии уже с целями и задачами, которые поставлены Виктором Ивановичем, губернатором Омской области Мы будем решать все проблемы В первую очередь одна задача Это сохранить все, что наработано правительством в рамках социальной поддержки населения Постараться решить задачу и не сократить количество категорий льгодников Но только использовать естественную адресность, которая может позволить решить многие задачи Другие замены в руководстве министерств выглядят так Пост главы регионального минсельхоза покинул Виталий Эрлих Его место занял директор Омского экспериментального завода Россельхозакадемии Максим Чокусов За спорт вместо Александра Фабрициуса будет отвечать Константин Фадбельский Теперь уже экс-директор сибирского международного марафона Новым министром ЖКХ стал Богдан Масан Минимущество возглавил Борис Смольников, сменив Владимира Соболева Ну а аппарат губернатора и правительства возглавил выходец из банковской сферы Юрий Корючин Управление финансами, в том числе и непосредственный контроль за деятельностью Минфина Виктор Назаров не поручил никому из замов, оставив его непосредственно за собой И это еще раз подчеркивает взаимосвязь формирования новой команды правительства и бюджетного процесса Чтобы удержаться на плаву в сложной экономической ситуации Омской области в первую очередь нужно сократить расходы на обслуживание госдолга То есть выплаты по кредитной ставке необходимо уменьшить Не отдавать кредиты банкам регион естественно не может Поэтому остается один выход Вместо дорогих коммерческих кредитов взять дешевые бюджетные Соответствующая договоренность с Министерством финансов России уже есть Но нужно выполнить условия Дефицит регионального бюджета не должен превышать 5 миллиардов рублей А значит необходимо увеличивать доходы и сокращать расходы И вот здесь от каждого из заместителей председателя правительства и министров ждут инициативы Ждут конкретных предложений позволяющих либо снизить непроизводительные затраты Либо привлечь в бюджет дополнительные доходы Например новый министр строительства и ЖКХ Богдан Масан В прошлом кстати главный финансист администрации Омска Возглавлявший там департамент финансов и контроля Уже планирует составить своеобразный прайс-лист для подразделений ведомства И в нем прописать реальную среднюю стоимость строительства, ремонта и содержания дорог А также расценки на расходные материалы То есть все мы регламентированно сделаем, чтобы управление благоустройства, ДРСУ Они четко понимали, чтобы закупали не там, где непонятно золотой песок и золотой щебень А четко нормально по тем расценкам экономическим Это лишь одно из предложений, которых по каждому из ведомств может быть выдвинуто немало По линии Минэкономики, например, предполагается, что сохранение льгот, субсидий и системы грантов для малого и среднего бизнеса Способно привести к росту налоговых поступлений в 2016 году на 5%, в том числе и за счет отчислений предпринимателей По этой же причине увеличится поддержка сельхозпроизводителей На эти цели постараются привлечь больше федеральных средств Но при всем при том, создание в области кабинета министров-кризис-менеджеров, по словам экспертов, скорее упреждающий шаг Бюджет 2016-го сложный, но вполне реалистичный И социальные обязательства правительством региона будут исполнены в полном объеме Что касается социальных льгот, то в данном случае маневров у омского правительства не так много В рамках действующего законодательства все, что положено гражданам, они обязаны это выполнить И федеральное законодательство ни одной буквы и ни одной цифры не допустит просто так изменить Поэтому в этом и заключается строгость этого бюджета Ситуация, в которой сейчас оказались экономики регионов и Омская область не исключение Похожа на лавирование между айсбергами Когда удачное прохождение маршрута, то бишь не просто исполнение жесткого бюджета А и поиск возможностей для развития, зависит от команды В нашем регионе она сформирована, а результаты сможем оценить довольно скоро И в эксклюзивном интервью нашему каналу губернатор Виктор Назаров Объяснил необходимость введения должности заместителя председателя правительства Отвечающего за внутреннюю политику и развитие территории А также назначение на эту должность Владимира Компанейщикова Перед нами стоит еще и ряд важных задач на 2016 год Это и выборы в законодательные собрания, это выборы в Государственную думу Это развитие внутренней и молодежной политики Это выстраивание межконфессиональных отношений в регионе Это очень огромный пласт работы И загрузить это все на одного зампреда Я понял, что мы можем просто сегодня загнать, условно говоря, человека И поэтому все-таки я принял такое решение разделить эти полномочия Владимир Борисович, он, в принципе, изначально эту работу тянул на себе В принципе, был на сегодня уже ориентирован на внутреннюю политику, на работу с молодежью Поэтому, в принципе, даже не возникало вопросов, кому доверить это важное направление Я считаю, что он достойно справится с этой задачей Единственной женщиной в новом составе кабинета министров оказалась Татьяна Вежевитова В ранге вице-премьера она будет курировать социальный блок Первое большое интервью в новой должности Татьяна Анатольевна дала 12-му каналу Моя коллега Ольга Свидинская расспрашивала ее о многом И о первых решениях на столь ответственном посту И о том, как изменилась повседневная жизнь нового зампреда правительства Вашему вниманию наиболее интересные моменты этой беседы и то, что на неделе осталось за кадром Татьяна Анатольевна, здравствуйте! Как приняла Вас мужская команда политиков? Для начала скажу, что мы пока еще не встретились всем коллективом Поскольку нет первого заместителя главы региона Поэтому, вероятнее всего, как только он появится Мы сядем все вместе и будем договариваться о работе Но, тем не менее, сейчас уже проходят определенные консультации В том числе и с руководителем аппарата В том числе и с Владимиром Борисовичем Мы уже несколько раз встречались по конкретным вопросам И в конце концов, я думаю, что мы придем к такому мнению Что делить мы ничего не будем У каждого будет свой спектр вопросов, свой блок вопросов Но, а учитывая то, что совершенно принципиально губернатор озвучил Что у нас будет командный стиль работы Мы будем работать все в команде А в команде не принято что-то делить В команде каждый отвечает сам за себя И если есть какие-то общие вопросы То тогда идут к самому главному А для нас самый главный это губернатор Омской области И пытаются там решить какие-то вопросы Я думаю, что в этой ситуации не будет никаких скандалов Вопросов, потому что у каждого свое направление Чего делить? Вот женщина-политик Как оставаться женщиной, конкурируя вот здесь в этом поле с мужчинами? Ну, что значит не уступать мужчинам? Я очень уважаю мужчин Я знаю свое место в мужском коллективе Надеюсь на то, что мы продолжим соблюдать те традиции, которые были ранее Практически всех членов нового коллектива я знаю За исключением первого заместителя Но я думаю, что так или иначе он бывший амич Поэтому как-то наши пути и дороги, наверное, пересекались Я думаю, что мы с ним познакомимся И тоже нам там делить нечего Ну, что значит не уступать? Не уступать в этой ситуации, наверное, для меня трактуется Просто исполнять свои обязанности И не позволять руководить процессами, которые я должна исполнять, кому-то другому Но я думаю, в этих-то вопросах мы разберемся Вы уже планировали, как будете работать именно вы Вот ваше ведомство, да? Ведь никто не отменял майских указов, которые нужно выполнять Майские указы президента, да, это первое Ну, что я хочу сказать на эту тему Действительно, жесткий период у нас экономии бюджетных средств Совершенно однозначно Я, честно говоря, была удивлена тогда, когда самые первые слова, которые прозвучали из уст Виктора Ивановича, губернатора Омской области Это было то, что нам нужно решать вопросы по экономии бюджетных средств Для меня это означает, что я, как заместитель губернатора Омской области Должна проанализировать все штатные расписания во всех моих структурных подразделениях подведомственных мне И оптимизировать ту численность, которая на сегодняшний день есть Где-то, например, уже, я могу сказать точно, что оптимизировать уже просто невозможно Например, в Министерстве культуры у нас всего 9 тысяч работников Было 15 тысяч, мы дооптимизировались до 9 тысяч работников Вот, но я так думаю, что уже больше оптимизировать там негде А где-то, может быть, и стоит посмотреть Но я не думаю, что мы обойдемся только высшим эшелоном власти, то есть министерствами Я думаю, что мы будем спускаться на более низкий уровень И анализировать функционал, например, школ, например, детских садов Вот, это все те вопросы, которые необходимо будет рассматривать в самое ближайшее время И Виктор Иванович, конечно, этим в самую первую очередь озаботил Что касается вопросов совершенствования деятельности структурных подразделений Вот как раз в это выражение и входит понятие оптимизация в самую первую очередь Учитывая сегодняшние условия жесткого дефицита и экономии бюджетных средств В городе есть огромный аппарат у мэра города Омска Но и несмотря на это мы тоже будем контролировать работу городской администрации Изучать ее и по возможности делать так, чтобы они приняли наши предложения по оптимизации Одним словом, я думаю, что у нас время очень больших совершений впереди Ну и организации работы в несколько новом ключе Татьяна Анатольевна, вот кабинет министров, которые формировали заместители председателя правительства Он к вашему назначению уже был сформирован И вам сейчас предстоит работать с министрами, которых уже выбрали без вас, если можно так выразиться Которых назначил губернатор без меня В этой связи вы уже как-то смотрели, кто это, или это уже знакомые вам люди Вот это вас не смущает, что кабинет министров уже сформирован? Я бы ответила следующим образом на этот вопрос Значит, действительно, кабинет министров, в том числе и подведомственные мне руководители К моменту моего назначения уже были согласованы и организованы, так скажем, для работы Я уважаю мнение губернатора, и я должна с этим согласиться и работать в том направлении, в котором мне работать поручено Это все уважаемые люди, несмотря ни на что Я их всех, конечно, знаю, кроме Подбельского, Министерства физкультуры и спорта, молодежной политики Но мы познакомимся очень скоро, так или иначе, я знаю, что он первооткрыватель по нашим марафонам Я сегодня с ним общалась, человек очень разносторонний, интересный Всех остальных я тоже знаю Владимир Васильевич Куприянов, вы знаете, мы работали с ним в прежней команде И я очень хорошо его знаю Виктор Прокопович Лопухин, он мне тоже известен по последней моей деятельности Канунникова я тоже очень хорошо знаю Поэтому, опять же, я повторюсь, несмотря ни на что Поскольку организована новая команда, и губернатор предупредил абсолютно всех Независимо, заместитель это губернатора, либо это министр какого-то подразделения Омской области Мы все должны одинаково работать на повышение потенциала Омской области, во-первых И если у кого-то не получится привнести что-то новое в развитие и совершенствование отрасли Я так думаю, что губернатор не зря сказал, что с теми людьми он будет прощаться Я так думаю, что это решение будет обоюдное Поскольку вот тот институт, который вновь введен, это новый институт Тогда, когда куратор есть отрасли в целом, куратор министерств Я думаю, что эти вопросы будут решаться, конечно, совместно Иначе зачем нужно было тогда организовывать ту структуру, которая сегодня начинает работать Я думаю, что это успешная структура для того, чтобы успешно реализовывать проблемные вопросы Может быть, вы уже успели принять какое-то первое ваше решение Или планируете его принять? Вот первое ваше решение на новой должности Каким оно будет, если это не секрет? Это вопросы те, которые требуют особого внимания Молодежь, дети, наше будущее Ну и, конечно, старики, которым мы должны сохранить льготы на сегодняшний день Поскольку было в прессе какое-то волнение определенное Что, наверное, уйдут льготы и так далее Так вот, смею вас заверить, что на сегодняшний день В бюджете Омской области предусмотрено сохранение тех льготных позиций, которые у нас есть Мы не так давно открыли в Василькуле центр для проживания одиноких, социально незащищенных категорий людей Вот у нас на сегодняшний день там есть Если раньше была очередь порядка 200 человек То на сегодняшний день у нас там есть 100 свободных мест И мы готовы будем рассматривать те предложения, которые у нас будут поступать от населения Вот, пожалуйста, это забота о наших стариках Ну и, конечно, то, что необходимо сделать, это взаимодействие Мне предстоит встретиться со всеми общественными институтами Которые непосредственно связаны с нашим отраслевым блоком Для того, чтобы совместно решать эти вопросы Для того, чтобы ознакомиться не понаслышке, не от кого-то А вот именно от тех людей, которые действительно требуют нашей заботы Ознакомиться с их проблемами и их проводить в жизни И вот об этом как раз губернатор меня просил И поставлена цель и задача, чтобы эти вопросы, конечно, вышли на первое место Я думаю, что мы будем, конечно, в соответствии с этим поручением Будем эти вопросы в первую очередь решать А до очередных выборов остается меньше года Напомню, осенью 2016-го мы будем выбирать депутатов Государственной Думы по всей стране И депутатов Законодательного Собрания в Омской области Впрочем, 12-й канал предлагает отправиться на выборы уже сейчас Правда, интерактивно и в необычном формате Будем не выбирать, а предлагать На нашем сайте Амичи могут выдвинуть своего кандидата в депутаты любого уровня власти На первом этапе работы проекта у посетителей сайта будет возможность составить свой честный рейтинг омских депутатов Но есть и черный список сюда, интернет-электорату предлагается вносить имена тех, кому, по их мнению, не место в большой политике Имена поистине народных депутатов Омск узнает к Новому году после окончания онлайн-голосования Все подробности можно узнать на официальной страничке проекта на сайте 12-го канала Это акценты недели, итоги уходящих 7 дней в нашем и вашем изложении Комментируйте события в интернете, возможно, именно ваше мнение станет самым ярким и острым из прозвучавших в нашем эфире Ну а пока о том, что вы увидите во второй части программы Россиянин звучит гордо, с какими мыслями встречали День народного единства представители разных национальностей, но одной нации За слова ответите! Юрист из Омска отстаивает честь России в суде против ведущих мировых медиа Есть ли перспективы выиграть дело? У нас в Омске стоит одна процедура больше 7000 рублей, но все пациенты получают эту процедуру бесплатно И программа государственная, инвестиции частные, качество здравоохранения, как результат содружества, власти и бизнеса Каковы выгоды для всех и каждого? Страна на этой неделе отметила большой государственный праздник, День народного единства Торжества по этому поводу проводились еще до революции Ну а в 2005 году указом президента он вновь появился в календаре праздничных дат И нынче мы его отметили уже в 11-й раз День единения праздновали во всех уголках региона И не только русские, но и казахи, татары, армяне, немцы, украинцы Всего более 120 представителей различных национальностей, для которых Омская область – общий дом Владимир Мутовский на наиболее ярких моментах торжества и секретах межнационального согласия Пусть и погода подвела холод и слякать ног В полудню 4 ноября Соборная площадь оказалась заполненной людьми практически до отказа И это, наверное, лучшее подтверждение тому, что хоть праздник еще и молодой, но он уже любим жителями страны Не просто как дополнительный выходной, а как символ независимости народа Сумевшего больше 400 лет назад в году Смуту отстоять свое право на самоопределение Это время огромных бунтов, когда поднимались десятки тысяч людей и шли друг на друга Это гражданская война, когда брат убивал брата Это, можно сказать, на самом деле реки крови Это потерянное поколение, по большому счету Проблемами в тогдашней России поспешили воспользоваться внешние враги В первую очередь Речи Посполитой, а могущественная в то время Польша Именно с помощью поляков в Москву пришел первый Лжедмитрий В этот момент на кону стояло будущее всей страны, которая могла резко поменять вектор развития Однако в государстве нашлись силы, противостоявшие интервенции Первое ополчение, собранное на народные средства, было разбито Но второе, которое возглавил князь Дмитрий Пожарский, смогло добиться успеха В первую очередь этому способствовала всенародная поддержка Символом ее стал нижегородский земский староста Кузьма Минин Именно ему приписывают пламенную речь, после которой начался массовый сбор пожертвований На борьбу с интервентами 4 ноября, когда ополченцам удалось прорвать первые рубежи обороны захватчиков И считается отправной точкой прекращения смуты на Руси Через год, в 1613 году, на царство был избран новый русский царь Михаил Романов И с этого момента считается, что суровые испытания смутного времени закончились Ну а теперь дата 4 ноября, когда войска Минина и Пожарского с иконой Казанской Божьей Матери Вошли в Китай, город Кремля, являются государственным праздником Но это даже не символ победы, а символ сплочения В России множество народов живет, и мы все едины, наша родина Праздник народного единства, день народного единства В значении этих слов большой смысл Люди, пришедшие заранее, смогли не только занять самые выгодные места у сцены Но и заранее познакомиться с творчеством народных ремесленников На Соборной площади развернулась настоящая многонациональная ярмарка На празднике открылся целый ряд палаток Где на развалах народные умельцы представили свои творения Настоящий город мастеров, но оно, наверное, правильно Каждой национальности есть что представить Будь то вышитые рубахи, или вот такие вот рушники прекрасной работы Или матрешки, или березовые туиски Все это отображает характер и душу народа Оно все вместе обозначает единство Торжества на площади открыло флаг-шоу Представители партии, профсоюзов и общественных организаций Со своими знаменами в едином строю прошли по центру Омска Вслед за ними на площадь выехали ретроавтомобили Звезда механического дефиле «Автомобиль Победа» Один из символов величия людей, населяющих нашу страну И сумевших отстоять ее независимость от фашистских захватчиков В полдень на трибуны поднялся губернатор Виктор Назаров Свою речью начал с объявления «Минуты молчания» Уважаемые земляки, я хотел бы обратиться к вам В связи с трагедией, произошедшей аварии самолета и погибших россиянов Почтить их память минуты молчания Дорогие земляки День народного единства Это праздник тех, кто любит свою родину Кто гордится ее историей И кто заботится о ее будущем И сегодня есть силы, которые пытаются расколоть Россию Пытаются поссорить наши народы Но это им не удастся Вместе мы с вами Это сила После своей речи губернатор подошел к баннеру Где каждый желающий мог оставить свои поздравления землякам И пожелал всем мира, добра и благополучия Закончив официальную часть, глава региона остался на площади среди людей Он не только пообщался с амичами, но и прошелся по ярмарке И даже выковал монету Ну а люди спешили в этот момент сфотографироваться с главой региона Или рассказать ему о своих маленьких проблемах или радостях Народные гуляния в этот день прошли и во всех районах области Например, в Тюкалинске это был фестиваль С семьей единой мы живем Все номера основаны на произведениях известных национальных поэтов и писателей Это песни на стихи русских и казахских поэтов Инсценировки по произведениям украинских и немецких писателей А вот в Полтавском районе 9 школьников стали полноценными гражданами Российской Федерации В торжественной обстановке ребятам вручили главный документ, удостоверяющий личность Паспорт Получив его, юные полтавчане произнесли клятву, пообещав стать достойными гражданами России В Таре многие жители пришли на большую городскую ярмарку В этом году ее решили провести по старинным традициям Кстати, впервые украшением большого праздника стало дефиле сотрудников Дома дружбы Которые представили национальные костюмы русских и украинцев И рассказали о традициях разных народов, многие годы живущих в Омской области в Согласии В регионе множество многонациональных семей Таких, например, как эта семья из Крутинского района Она латышка, он эстонец Оба родились и выросли в Омской области Но до сих пор дома говорят на языке предков Стараются чтить родную культуру, хотя родины считают Россию Родина у нас есть родина Ее ни с кем и ни с чем не променяешь Потому что мы здесь родились И у нас никогда не было вот такой дележ национальности У нас вот в Рыжково 15 национальностей жило раньше Мы все были дружные, как одна семья Не подразделяли, что ты латыш, ты эстонец, молдаванин или украинец Люди все одинаковые О том, что именно в единстве народов и состоит суть российской национальной идеи Говорили в этот праздник и на Совете по межнациональным отношениям при губернаторе Именно оно помогало выставить самые сложные для страны времена Политика, которую проводит правительство Омской области уже на протяжении многих лет Когда поддерживается строительство и православных храмов, и кирхи, и мечети, и еврейской школы То есть всем нациям и конфессиям, как говорится, выдается поддержка, причем государственная Замечательно работают национальные и культурные автономии Их много в Омской области И слава Богу, мы не слышали о межнациональных и межконфессиональных конфликтах здесь ни разу И даст Бог, так оно и будет Так что омичей с праздником народного единства Задача региональных властей и глав культурных автономий и общин Больше знакомить жителей с традициями и обычаями разных народов В Омске сегодня готовится к изданию справочник по всем национальностям, представленным в регионе Из этой книги любой желающий сможет узнать больше о традициях и культуре каждого из них А понимая культуру, легко понять и образ смысла, и поступки человека, какой бы национальностью он не был В этом и есть основа согласия В конце концов, все мы, живущие в России, русские, казахи, татары, украинцы Носим и еще одно гордое национальное имя – россияне Причем самое интересное, что своей страной россияне не только гордятся А иногда готовы даже отстаивать ее честь в суде Причем не с кем-нибудь, а с крупнейшими мировыми информагентствами и телекомпаниями В общем, за слова ответят Омский правозащитник Ренат Карымов подает в суд на Рейтер, Фрэнс Пресс и СНН Причина – возмущение поведением западных журналистов, которые растиражировали новость о том, что российские самолеты бомбят мирное население Сирии Танзеля Бахтиярова интересовалась, есть ли шанс выиграть столь громкие дела И откуда такой заряд патриотизма у рядового сибирского юриста Россия на мировой арене с подачей американцев сейчас выглядит, как государство-террорист, говорит омский правозащитник Ренат Карымов Юрист уверен, такая репутация делала рук международной правозащитной организации Human Rights Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке С ее подачи новость об авиаударах, которые Россия якобы наносит по мирному населению Сирии, растиражировали крупнейшее информагентство мира Вот выдержка с сайта Reiter Области Хомс и Хама, где проживают этнические туркмены, в среду подверглись ударам, сообщила Сирийская Туркменская Ассамблея, базирующаяся в Турции По ее данным, в результате погибли 40 жителей деревни Талипсех в провинции Хомс, в том числе туркмены Мы решительно осуждаем Россию, которая не удовлетворилась неограниченной поддержкой режима и теперь сбрасывает бомбы на сирийский народ, обещая демократию, говорится в заявлении Ассамблеи При этом никаких комментариев официальных лиц, ни первоисточник Human Rights Watch, ни Reiter не приводят По пути копирования жареной новости пошли также Франс Пресс, СНН и другие международные агентства И тоже без официальных заявлений Иски с требованием опубликовать опровержения в ближайшее время лягут на столы руководителей этих компаний И в строке «Отправитель» будет значиться омский адрес Для Рената Карымова это теперь дело чести и в первую очередь, как для гражданина и патриота России, говорит юрист Любые допустимые доказательства, которые относятся к сути дела В частности, и Reiter, и Human Rights Watch не приводят вообще ничего Кроме того, я дополнительно разговаривал с представителями МИДа в Омске, с администрацией президента Которые мне сказали, что они по запросу суда могут предоставить любые сведения относительно действий российской ВКС в Сирии Срок рассмотрения дела два месяца Заниматься вопросом будет Кировский районный суд Его юрисдикции для вынесения решения вполне достаточно Представители американской правозащитной организации в Сибирь приедут вряд ли Решение суда, вероятнее всего, будет заочным И дело даже не в удаленности от Америки Омский юрист уверен, привлекать всеобщее внимание к судебному разбирательству явно не в интересах зарубежных правозащитников Судьба исков решится в декабре В собственной победе Карымов уверен, так же, как и в невиновности России На этой неделе некоторые лекарства стали для Амичей немного доступнее По инициативе правительства региона в сети государственных аптек снижены цены на несколько групп препаратов Это мази от боли в суставах, хорошо известный цитрамон и витаминные комплексы Необходимые для поддержания иммунитета, главный враг которого – осенняя сырость Хорошее дополнение к уже существующей скидочной программе для льготников Дисконтным картам, по которым лекарства уже 4 месяца можно покупать со скидкой Никита Смирнов подробнее Амичка Наталья Гошенко уже больше года часто клиент аптечных магазинов У женщины проблемы с суставами С начала ноября препараты для лечения Юни-Дуга стоят теперь почти на 30% дешевле Больше 60 наименований в сети государственных аптек региона попали в социальный список Это мази, витамины, пилюли от простуды, антидепрессанты Обычно осенью, весной идут обострения хронических заболеваний А суставные, вы понимаете, они постоянно беспокоят Поэтому мы как бы решили пойти навстречу людям и сделали вот эту осеннюю акцию Люди нам, конечно, благодарны, цены приемлемые и к нам люди идут Сезонные скидки государственной аптеки ввели по распоряжению регионального правительства Еще в апреле Минздрав подготовил списки препаратов, которые должны быть доступны каждому Опыт Омской области теперь перенимают многие российские регионы Однако там перечень пока в два раза меньше Во-первых, мы продолжаем акцию, кардиологическую акцию Это у нас она бессрочная, просто мы будем немножко обновлять ассортимент То есть вводить новые какие-то препараты Эта акция будет длиться, мы предполагаем, до весны Но и к следующему сезону, к весне будут обязательно какие-нибудь другие акции Которые характерны именно для этого периода Скидки – лишь один из элементов региональной программы по обеспечению доступности лекарств Еще одна форма социальной поддержки льготников действует с нынешнего августа Дисконтные карты на лекарства Они тоже действительны в областной сети государственных аптек Стоимость препаратов и сопутствующих товаров для обладателей таких карт уменьшается на 7% О том, что вводится такая скидочная программа, губернатор заявил еще в июле этого года Открывая новую детскую поликлинику в Саргатском районе Уже тогда эта новость была воспринята очень позитивно Очень довольна, будем использовать, получать как лекарственные препараты Что-то дополнительные сопутствующие товары для детей будем приобретать Очень удобно Скидка никогда не повредит, это очень хорошо Льготно я получаю один препарат по заболеванию А у меня много сопутствующих, на которые нужно очень много денег Сердечные дорогие препараты, 500 и больше Препараты дорогие, да, 7% видно скидку Держателями дисконтных карт стали как федеральные, так и региональные льготники Ветераны-участники боевых действий, родители детей до 3 лет и многодетные, а также семьи, воспитывающие детей и инвалидов Всего 95 тысяч человек Карточку можно получить в любой государственной аптеке Для этого достаточно заполнить анкету и предъявить документ, подтверждающий право на льготу Сразу два крупных медицинских центра распахнули двери в Омске на этой неделе Детское отделение областного противотуберкулезного диспансера стало первым за Уралом и всего четвертым таким объектом в стране Оно специально спроектировано для того, чтобы маленькие пациенты проходили все необходимые обследования и процедуры отдельно от взрослых и без единого шанса заразиться этим серьезным заболеванием А в четвертой медсанчасти открыли новый центр гемодиализа на 150 человек Реализован проект на принципах частного государственного партнерства Это уже далеко не первый случай плодотворного сотрудничества власти и бизнеса в медицинской отрасли региона Инвестор вложил в проект больше 200 миллионов рублей Государство в свою очередь предоставило площадь для размещения центра Он занял часть второго этажа больницы Все пять часов, которые длится процедура гемодиализа, скучать больные не будут В их распоряжении компьютеры, оснащенные уникальным программным обеспечением Пациенты могут посмотреть фильм, послушать музыку и даже рассчитать себе диету О новом качестве омского здравоохранения наш следующий репортаж О том, что это всего лишь новое отделение областного диспансера, говорит только вывеску у входа По сути, это отдельный центр, где все необходимые обследования и дети с подозрением на туберкулез могут пройти в одном месте Забор анализов, кабинеты УЗИ, рентгены и специфических процедур, предназначенных именно для малышей дошкольного возраста Кашливая комната Фойе, где в ожидании приема ребятишки могут провести время с пользой Но главное, это отделение позволило разделить взрослых и детей Раньше родители привозили малышей на прием к врачам в учреждения, где одновременно наблюдались все пациенты А значит, была опасность заражения Теперь это полностью исключено Мы входим в пятерку городов Российской Федерации, потому что таких центров только в пяти городах сделаны, в том числе и в городе Омск Буквально за три месяца была проведена реорганизация, был сделан ремонт Мы выделили сюда порядка трех с небольшим миллионов рублей на это все Взрослых перевели в другое отделение, на целинную Здесь оставили только деток И задача была поставлена создать комфортные условия для детей и для родителей Каждый день здесь принимают более 200 маленьких пациентов Пока это ребятишки из Центрального, Октябрьского, Ленинского округов Омска и районов области С начала следующего года отделение будет готово принятие юных жителей Кировского и Советского округов города В целом служба фтизиатрии в регионе за последние годы заметно обновилась А уровень заболеваемости детей туберкулезом за последние пять лет снизился на 25% Сегодня диагностическая база в целом в фтизиатрии, она значительно улучшена То, что вот я говорила, что у нас были закупки оборудования за последние три года Очень серьезные, у нас организованы новые лаборатории, у нас заработал МСКТ Снимаются в моменты гиподиагностики, то есть диагностируются там, где ранее не диагностировалось Здравствуйте, Лариса Григорьевна Для начала измерения давления положите руку в манжету тонометра и нажмите кнопку старт на аппарате В центре гемодиализа пациента встречают не врачи, а электронные регистраторы В так называемой зоне чекин больному нужно приложить свою карту к считывателю, измерить артериальное давление и взвеситься Отсюда дорога в диализный зал Процедура гемодиализа долгая, длится 5 часов, но скучать пациентам не дадут Место пациента оснащено его рабочим местом, в котором он может составлять свою программу по диете Развлекаться с помощью мультимедиа во время процедуры Также он может связываться с врачом, с ординаторской отсюда, да, с помощью медиафона И также смотреть о своих данных, свои данные по качеству лечения Этот центр будет обслуживать 150 больных Он рассчитан на работу в три смены, с 8 утра и до часу ночи В отделении 25 аппаратов К искусственной почке здесь будут привязаны жители Октябрьского и Ленинского округов и южных районов области Процедуру гемодиализа нужно делать трижды в неделю И тратиться на дорогу пациентам не придется Их будут доставлять машинами скорой помощи и также увезут домой после процедуры Весь расходник одноразовый абсолютно Ну, к сожалению, пока Россия не делает это все импортное, да Дорогая процедура у нас в Омске стоит одна процедура больше 7 тысяч рублей Но все пациенты получают эту процедуру бесплатно Это оплачивается фондом обязательного медицинского страхования Этот центр в регионе уже пятый по счету И второй открытый в рамках частного государственного партнерства Первое отделение инвесторы запустили в Омске в прошлом году На базе городской больницы имени Кабанова Оба проекта обошлись в сумму больше полумиллиарда рублей Первые пациенты сюда придут 16 ноября Региональный Минздрав тем временем ведет переговор об открытии в Омске третьего такого отделения Инвесторы уже готовы вложить деньги В четверг, 5 ноября, Омский троллейбус отметил юбилей Со дня выхода первого экипажа в рейс прошло уже 60 лет За эти годы Омск успел опутаться сетью проводов Попасть в число крупнейших троллейбусных городов страны И махнуть рукой на этот экологически чистый и недорогой вид транспорта Ежегодно Омск теряет по 10 рогатых единиц Горожане уже давно по мере сил борются за то, чтобы троллейбусы с улиц не исчезли Собирают подписи, пишут письма, выходят на пикеты Раскрашивают их силами детей ко дню города Это уже традиция Словом, рук не опускают Теперь вот верят в силу 300-летия Омска Все-таки троллейбус хороший подарок, считают они А омские блогеры, участники групп в соцсетях В эти дни щедро выкладывают ретро-фотографии Вспоминают историю городского троллейбуса Ностальгируют и резюмируют И рады бы на таком транспорте ездить Только где ж его сегодня найти? На этой неделе было немало и других не менее интересных событий Но именно такую увидели ее мы, Денис Иовлю И Наталья Рогалева будут новые семь дней Значит и повод встретиться и поговорить о насущном Через неделю вновь увидимся и вместе расставим верные акценты А пока удачи вам и всего самого доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова